доброй ночи дорогие мои ну вот я с прогулки пришел пошатался немного зашел к знакомому чайханщику кафешку и там встретился со своим знакомым турком но я его знаю уже давно потому что он приходит в боксерский клуб туда приводит своего сына и разговорились короче с ним но я его так то близко не знал вот так вот ну знаю что он работает шофером водителем возит от этих рабочих вот которые стригут от этого газона все такое мужик хороший такой и разговаривали с ним о том о всем о жизни обо всем на этот раз конкретно времени было достаточно и я узнал что ему 51 год будет скоро вот и он через 10 месяцев выходит на пенсию но каким чем у нас могут быть разговор в нашем возрасте узнавать какие пенсии какие как что он у меня спросил я ему рассказал про наши пенсии все такое я у него тоже ответ на мете меня говорю какая у вас я говорю пенсия будет вот вы и выйдете его ответ честно сказать меня просто убила вот честно я вам скажу вот он сказал что у него пенсия вот 51 год уходит у него 30 лет стажа вот у него пенсия будет шесть с половиной тысяч лир это на наши деньги перевести это почти ну 40 тысяч рублей да я говорю так много года это год еще ничего это год мало у меня горди знакомый горд которые получают 10 тысяч лир это 60 с лишним тысяч рублей рублей я гарни как это начальник не для такие же рабочие только у него 35 тоже и он короче когда он увидел что я как-то начал к нему это я говорю наверно зарплата большая да нет к а у них все телефону на руках у них все вот это он открыл свой это свой пенсионный вот этот сколько у него зарплата перечислено 5325 лир у него пенсия и работодатель перечислил кроме медицинской страховки за него 232 лиры этот пенсионный фонд там все написано он горд и какая у меня пенсия будет у меня вот посмотрите говорит если через десять месяцев я выхожу 6530 лир я был шоке я говорю и я у него начал спрашивать непрерывный стаж это или какой этом гор нет где разных местах работал говорит но я вообще-то год работал говорит работать начал 16 лет вот я гора чё-то от 30 лет потому что четыре года год бывало горд то там грабу поработаешь что там без устройства без этого а когда год работаешь вот официально за тебя платит пенсионный фонд как это никуда не девается это все горк в этих данных стоит вот и он говорит я ему сказали я говорю ну вот например курсом лиры как это будет а это будка все говорит это проиндексировано постоянно вот я бы мог бы говорить десять лет назад выйти год на пенсию но говорит законы поменяли сейчас год минимальный год это 50 лет все поэтому год я выхожу через десять лет через десять месяцев вот и я говорю а вы имеете он молодой еще не так у него же его сына сейчас скажу ну лет 16 дочери 18 лет вот он поздно женился дочь учится университете сын в лицее учится у него квартира два плюс один вот ну четыре человека семья я говорю а вы можете я говорю после пенсии я говорю работать он готов к госучреждениях тогда пенсии не будет пенсии это не цена но других как это коммерческие как это где-то это я не имею права отработать тогда пенсии год приостанавливается вот я говорю как медицине будет медицина это у меня будет год государственная страховка вот который будет покрывать у него там даже больше 80 процентов всех лекарств это лечение все все-все-все операцию операции бесплатно вот так же будут льготы на общественном транспорте у него вот так вот он объяснил я вообще был шоке я говорю а непрерывный вас тоже должен нет как не обязательно вот и что самое мне удивило то что он даже знает какая у него зарплата и и сколько перечислил за него работодатель его пенсионный фонд и какая у него будет пенсия через 10 месяцев он все знает у них все вот это на руках он открыл вот смотрите как моя фамилия я ввел свой код вот как и все открылась как мое досье пенсионное досье вот вы знаете вот я когда посмотрел 40 тысяч даст почти 40 с лишним тысяч даже да будет 6 половины шарда это 636 еще 500 ну да 40 с лишним тысяч до рубля представляете вот и его пенсию его пенсии в случае его там смерти или что не дай бог хороший человек живет сто лет будет получать его жена пожизненно вот и дочь которая до замужества официального официального замужества все все а сын до совершеннолетия или до окончания университета 21 года вот так вот у нас насчет этого никаких нету и вот он у меня а как его а я сказал я у меня соседи где тебя получает около трех тысяч ну наверное вот очень минимальный год пенсионный старт очень год минимальный это самое минимальное есть для получать 22 с лишним это совсем минимальный совсем маленький гостаж а вот год самый год вообще есть год и по 10 тысяч год получает лир это 66 тысяч получается рубля так что я был шоке у него есть машина вот такая средненькая машинка такая рено квартира вот и спокойно это живет это но ягод наверное говорит буду продолжать работать на этом же месте говорит у меня и пенсия будет идти говорит и зарплата на государстве это государственная организация вот здесь очень много структур которых государстве организации поэтому госслужащим здесь числится очень легко даже те же самые дворники которые уборкой занимаются госслужащие те же самые которые работают на кладбищах рабочие до кладбища убирать тоже госслужащие почтальоны госслужащие в общем короче вот так и государственных школах учителя госслужащие госслужащие вот санитары морга там уборщики все это это все госслужащие даже уборщики работают государственных клиниках больницах они госслужащие вот это вот вот такие вот дела так что я был очень такой этот я говорю у вас какие пенсии у нас есть даже 20000 рублей вот если я говорю 20 но средний у нас я говорю 20 тысяч от силе я говорю получают такие а так я говорю чиновники он говорит, при чем тут чиновники я говорю, ну у нас чиновники больше получают, а какая разница я говорю, вот от вашей зарплаты, я говорю, зависит ваша будущая пенсия я вот единственный вопрос задал, у вас же, я говорю 5000 с лишним, я говорю это, а пенсия, я говорю, будет больше на 1500, ничего подобного это от того, что от перечисленных суммы зависит не от того, что у меня, говорит, какая зарплата была, или какая-то должность у меня была, говорит, нет, говорит вот, так что я посмотрел, да ну человека есть еще домик, деревня вот построил он летом туда уезжает вот, с детьми и семьей там у него огород, дом большой, а зимоват он приезжает это самое, город но на самом деле он в городе работает хотя вот деревня, где дом, тоже недалеко от города вот вот такие вот дела так что не знаю, у наших пенсионеров сейчас поднимут или нет но он сказал, что у них будут поднимать пенсии еще, это еще не это это еще будут поднимать пенсии возможно, говорит, когда я уже, говорит, вы до пенсии, год возможно, уже, говорит, в связи с этими делами будет, говорит, увеличение 51 год, пожалуйста и пенсионер а я говорю, у нас, я говорю, 65 лет, я говорю, мужики это же много, говорит, я говорю, ну, у нас вот такие, это самое а у них вот так, оказывается, у них тоже есть 60 лет, можно, говорит, работа и 60, и 60 лет но это по желанию уже по желанию или, если, говорит, стажа 10-летнего не хватает минимально 10 лет, он сказал минимально, говорит, 10 лет вот такой ночной горгар о пенсионерах пока 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 Продолжение следует...